Соответственно, перила пограждения. Владимир Нифонтов со знанием дела подходит к поставленной вышестоящим руководством задачи. Вот торчащие гвозди, которые являются грубейшим нарушением и представляют серьезную опасность, недочет. Тут же фиксируется для протокола. Первое ощущение, что о хоккейной площадке на Весенней единственной в этом районе, просто забыли. Ограждение здесь надо, в общем-то, либо капитально ремонтировать, либо его просто менять, потому что оно не крашено, посторонние надписи, значит, разрушение конструкции, перила, соответственно, видите, видели ворота, вот, ну, я не знаю, ну, на троечку, на четверочку с натяжкой. А во Владычной Слободе хоккейная коробка больше похожа на площадку для сбора строительного мусора. И снова одни и те же замечания. Добавляем сюда еще и отсутствие защитной сетки, что также является грубейшим нарушением. Мы сейчас определим, так сказать, собственника, то есть это является у нас, скажем, даже не собственника, а лицо, ответственное за содержание данного объекта, вот, и будем, так сказать, направим уведомления и будем приглашать уже для составления протокола для стратегического правонарушения. А вот на контрасте хоккейные коробки на Спартаке и на улице Пушкина. Их сотрудники надзорного органа ставят в пример. Защитные сетки, надежные перила, освещение – все в норме. На оперативном совещании глава Серпхова Дмитрий Жариков поставил задачу – все катки и хоккейные площадки города должны быть доведены до соответствующего уровня. Все плоскостные сооружения у нас должны быть готовы. Профессиональный спор – это хорошо, секция – это хорошо, но любой желающий в выходной день, в свободное время должен иметь возможность выйти и покататься на коньках или на лыжах. И водоканал, теплосеть, я тоже прошу подключаться к этой работе. Не надо выдумывать, не надо даже озвучивать, что у нас какая-то проблема с водой. Я уже не раз это слышу. Все плоскостные сооружения должны быть готовы эксплуатироваться зимой. Первый выезд и уже сотрудники госадмитаркнадзора зафиксировали пять нарушений. У собственников катков на исправление нарушений всего 10 дней. В противном случае их ждет солидный штраф в 100 тысяч рублей. Андрей Иванов, Данил Белинов, Ольга Волкова, ОТВ, Сербхов.